В Священном Куране, обращаясь к своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассаляма, Всевышний сказал «Узу билляхи мина шайтанирраджим, «Куль, инна ма харрама рабби яль фавахиша, ма захара минха ва ма батан» «Ты скажи, о Мухаммад, мой Господь запретил мерзости явные и скрытые». Одним из таких распространенных в мусульманском обществе мерзости является курение. И об этом я хочу сегодня поговорить. А может быть, кто-нибудь благодаря этому ролику, этому обращению задумается над этой мерзостью. Курение как мерзость признает все мировое здравомыслящее сообщество вместе с учеными сообществами, медиками, ибо вред этой привычки доказан. И вслед за этими научными заключениями все ученые мусульманского мира в один голос утверждают о запретности курения. Любых видов курения, будь это кальян, будь это электронные сигареты, то есть вред каждого вида курения, будь это табак, он доказан. И в этом никто не сомневается. И поэтому все ученые ислама в один голос утверждают о запретности курения, запретности его продажи, запретности производства, причастности к распространению табакокурения. Это все запрещено. Что говорит о мерзости этого деяния? Задумайтесь, братья-мусульмане, сестры, до каких пор может мужчина, возьмем, оставаться в плену от этой сигареты, которая его отлучает от остального общества. Ведь все здравомыслящее общество его отвергает. Никто не хочет, чтобы вы в их присутствии курили. Вам приходится отлучаться. Вы вынуждены скрываться. Есть очень много людей, которые всю жизнь курят и скрывают это в каких-то закоулках. Куда-то отлучаются для того, чтобы провести вот этот свой сеанс курения. Разве это вас не унижает? Разве это не ограничивает вашу личную свободу? Не задумались ли вы над этим? А в каком состоянии вы пребываете, когда вам хочется покурить, и обстоятельства не совсем вам позволяют это делать? Нельзя ли хотя бы один раз задуматься над этим и сказать, нет, я не буду рабом всю жизнь вот этой сигареты? Я его брошу раз и навсегда. Так и нужно сделать. Курение можно бросить только раз и навсегда. Но не по чуть-чуть. Вот всегда, когда вы что-то преподносите к своему рту, будь это еда, какое-нибудь благо, вы его преподносите с именем Всевышнего Аллаха, говоря «Бисмиллях». А когда вы пробуете, вы говорите «Альхамдулиллах», воздаете хвалу своему Творцу Всевышнему за то, что Он вам дал такое благо. Когда-нибудь вам приходила мысль произнести имя Аллаха, когда вы берете страстно свою сигарету и кладете в рот, сказать «С именем Аллаха». Или же после того, как вы утолили свою тягу или жажду по табаку, по этому дыму, сказать после этого хвала Всевышнему Аллаху, который мне это дал. Когда-нибудь приходила вам в голову мысль какому-нибудь курильщику сделать, дать в качестве милостыни, какому-нибудь там бедному попрощайке, который хочет покурить, сделать это ради Аллаха. А я дам этому бедному пачку сигарет. Нет, это человеческая сущность, естество само признает и говорит, что это мерзость. И как можно оставаться всю жизнь в плену у этой мерзости, которая отбирает твою жизнь, твое время, прожигает твои средства, лишает тебя в полном смысле свободы. То есть человек зависимый, он не свободен. Если ты стал зависим от чего-то, с этим нужно бороться. Производитель, который в красивой упаковке тебе предлагает пачку сигарет, ты платишь ему за то, что он лишает тебя твоего собственного здоровья. Пока мы снимаем этот ролик, по статистике, которая ведется по мировой статистике, за это время от вреда табака погибло около 10 человек. Каждая выкуренная сигарета отнимает у тебя 13 минут твоей жизни. Это доказано, об этом говорят ученые. Не пора ли задуматься над этим? Не пора ли бросить эту привычку и вернуть свое здоровье, вернуть настоящий облик своего лица? Ибо курильщик, как вы не можете не согласиться со мной, теряет настоящий привлекательный облик веры, он теряет. Курильщика можно узнать и по запаху можно узнать, как бы он не пытался это скрывать. Кроме того, курильщик лишается сообщества ангелов, которые окружают каждого раба Господа. Ибо ангелы, у ангелов также вызывает омерзение все то, что вызывает омерзение всякого остального люда. Ты отдаляешь от себя ангелов, ты отдаляешь себя от сообщества, потому что курить можно только в специально отведенных для этого местах. Посланник Аллаха нам запретил после употребления чеснока и лука присутствовать в мечети. А ведь ты куришь в течение всего дня несколько сигарет, и ты не можешь лишиться, избавиться от этого запаха, и ты не можешь свободно посещать дом Всевышнего, мечеть. Братья и сестры, задумайтесь над этим. Продолжение следует...